Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем делать красивую бронзовую кожу. Сымитируем немножко отпуск на нашем лице, покажу, как это сделать в несколько шагов, так, чтобы это было легко, просто, но при этом смотрелось так, как будто бы кожа действительно загорелая, а не просто накрашенная бронзером. Первое, что мы с вами сделаем, нанесем тон. Для этого возьму 112-ю кисточку, плотно набитую. Тон берем в тон вашей кожи, то есть мы не красим все лицо продуктом, который темнее значительно вашего оттенка, иначе будет сильно виден переход между шеей и лицом. После эффекта загара мы будем добивать с вами другими бронзирующими средствами, а тон мы используем именно тот, который нам подходит. Набираю на кисточку, вбиваю, немножко распределяю и начинаю наносить на все лицо, просто все лицо тоненько равномерно покрываем. Чем натуральнее мы хотим эффект, тем легче мы берем тон. На зону глаз тоже наношу, чтобы она, тональная основа, работала как основа для других сухих продуктов, которые мы будем наносить дальше. Дальше мы возьмем с вами бронзер в стике. У меня от Rare Beauty. Вы можете взять любой другой продукт. В стике именно кремовый продукт, потому что он выглядит значительно естественнее, чем если мы делаем бронзирование сухим продуктом. И если вы хотите получить естественный результат, то я бы рекомендовала именно кремовую текстуру. Наношу по стандартной схеме контурирования. Не боюсь, что чуть-чуть перебарщиваю, ничего страшного. Он очень мягко растушевывается. Тут смотрите по своему продукту. И наношу на глазки обязательно. Беру кисть номер 117 и начинаю растушевывать, смягчать нанесение вот эти все линии, чтобы у нас не было жестких переходов. Можно вбивающими движениями, можно растягивающими, если ваш продукт более плотный. Наша задача убрать все границы и переходы, чтобы их не было, и продукт плавно уходил в кожу на всех зонах. На глазках растягиваю прям по всему веку. И обязательно прохожусь по линии роста волос. Если получилось достаточно насыщенно, мы берем предыдущую кисть, которой наносили тон, и вбивающими движениями проходимся по границам нанесения, так, чтобы смягчить их переход в кожу. Получается очень естественно. Дальше мы берем румяна в теплом персиковом оттенке, чтобы поддержать всю теплую историю у нас на лице. И наношу по стандартной схеме тоже. Я люблю наносить румяна именно по скуле, то есть вы можете прощупать у себя скуловую косточку и прям вдоль нее нанести. На кончик носика, на центр века, и можно вот сюда капельку на боковые поверхности лба. Дальше снова берем 117 кисть, и также вбивающими движениями распределяем продукт. Если мы будем здесь сильно тянуть, то мы подвинем наш бронзер, который наносили до этого, поэтому работаем именно вбивающими, топирующими движениями. Если где-то остаются видны переходы, то мы опять берем кисть, которой наносили тон, и проходимся ей сверху легонечко, чтобы не было видно границ. На всех остальных зонах растушевываем точно так же. Легкими вбивающими движениями, с легкой оттяжкой, на веки можно просто растянуть, и кончик носика обязательно. В конце, если хочется добавить сияние кожи, мы можем взять бронзер с сияющим эффектом. Видите, он такой вот весь, блестючий. Набираем на кисточку номер 126, и проходимся просто по тем зонам, где мы наносили с вами бронзер именно. Появится сияние, плюс дополнительный бронзинг, плюс за счет того, что продукт сухой, он нам зафиксирует кремовую текстуру, которую мы наносили до этого. То есть мы повысим стойкость таким образом. На глазки можно прям поактивнее нанести, будет красиво блестеть и хорошо держаться.